Славянское братство Увы, попытка расширить русский мир с помощью оружия в ходе специальной военной операции привела к сожалению, к тому, что все, кто могут, просто убегают от всего русского, от кириллицы, от общего прошлого, даже вот Брежнева уже почетного гражданина. Так, и Богдан Анатольевич? Не ясно, но если быть кратким, то оно зависит от России. Не будет России, славянский мир растворится полностью. Если Россия сохранится, то и славянский мир, хоть и деградирует, без всякой специальной военной операции, депопуляция, разрушение индустрии, разрушение культуры начались там задолго до специальной военной операции. Если будет Россия, сохранится и славянский мир, хоть в каком-то усеченном виде. Ну, спецоперация это такой удобный повод для объяснения любой причины, почему все плохо. Раньше это какие-то другие были термины. У меня, Мария Иванович, по итогу нашего сегодняшнего обсуждения, вот концепцию славянского братства верить все труднее. Одно дело, когда мы практически один народ и живем с соседями, ну вот, например, как с украинцами или с белорусами, а другое дело, когда есть народы, для которых мы братья, и вспоминают они об этом, когда требуется какая-то немедленная донорская помощь. Вот поэтому братская концепция, она мне не близка. Мы либо одна семья, вот прям вот семья-семья, либо вообще нет. Что-то я немножко тебя не понял. Если семья-семья, то ты, значит, братья, там, родственники, брат-сестра. Близ. Так, про буквы кириллического алфавита. Молодой отец приходит в детский сад забирать своего сына. Мальчишечку лет четырех. Воспитательница его так за руку выводит. И этому молодому отцу говорит, у меня две новости для вас, плохая и хорошая. Он говорит, ну, давайте с плохой. Ваш сын ругается словом на букву «Б». Он говорит, да, какая новость хорошая. Но вообще ругается он по делу. Это было место встречи, которое изменить нельзя. 14.00, будний эфир НТВ. Всего вам доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова